Привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас обзор второго каталога. Посмотрим с вами на самые вкусные акции, дам вам свои отзывы и рекомендации, а также отвечу на несколько вопросов, которые вы мне прислали в личку. Начинается у нас с вами каталог с новинки ароматов. Ароматы новые компания начала интенсивно выпускать, прям, Desperado. Жалко, что нет пахнущей странички, было бы гораздо интереснее, но можно взять, будет пробничек, возьмем, обязательно потестируем. Я надеюсь, он будет на складе. Некоторым уже я смотрела VIP, да, вот кот пробника, кстати, да, вот кот пробничка. Вот он. Возьмем, потестируем обязательно. Некоторым понравился уже, некоторым нет VIP, я имею в виду, да, кто уже мог получить эти новиночки. Еще один новый аромат, это Don Leon, тоже очень интересно. Обязательно возьмем с вами и этот пробник и потестируем. Ароматы, потому что небюджетные, до полной их стоимость 2000. Потестируем. Опять подробности программы Faberlic Like. Не забывайте, что каждый каталог нужно делать заказы минимум на 1000 рублей, чтобы в третьем каталоге у вас сыграла эта акция. Новинка в серии Barber Lab, мыло для мужчин, туалетное мыло 79 рублей. Мы твердыми продуктами не пользуемся, у нас всегда жидкое мыло, поэтому я его брать не буду. Лимитированный выпуск у нас написано, то есть, да, скоро закончится, быстро закончится. Для очищения кожи и после, до и после бритья, да, и для бритья даже. То есть, оно должно, по идее, у нас хорошо с вами пенится, можно использовать как пену даже для бритья. Интересно. В серии 100 рода Амора выходят, ну, не новинки может быть, а может быть новый аромат, да, лимитированный, скорее всего, тоже версия, не написано нигде. Бурлящий шар, гель для душа, средства для интимной гигиены, фигурное мыло. Обязательно что-нибудь возьму из этой линейки, потому что вы давно мне хвалите, что гель для интимной гигиены здесь прям вот очень хороший. Возьмем обязательно. Аромат вишни, надеюсь, будет не слишком приторный и понравится. По желтым ценникам Бьюти Кафе будет новая серия в этой линейке у нас будет. Апельсин, апельсиновая меренга. Я слышала уже отзывы, что прям вот хвалят, говорят, что прям апельсин, апельсин сочный, ароматный, вкусный. Поэтому обязательно возьмем с вами из этой серии что-нибудь потестировать. Очень интересные мочалки, мочалки с кусочками мыла. Мне прям интересные. Я возьму обязательно, возможно, и две штуки. Они у нас представлены в трех цветах, в трех ароматах. Черничный капкейк, лаймовый сорбет и банановый мусс. То есть, когда у нас эти кусочки мыла внутри мочалки измылятся, мы можем применять ее просто по назначению. Размер у нее нормальный, 14 сантиметров. У меня как раз у дочери закончилась мочалка, поэтому я буду обязательно брать какую-нибудь, а может быть и парочку штук в запас. На линке посуды, да, как бы дню всех влюбленных. Вот такой заварочный чайник. Красивый, кстати, чайник. Какой у него объем, девчонки? Я вижу только высота 18 сантиметров. А объем? А вот 950 миллилитр. Нормально, вполне себе. Такие красивые кружечки в форме сердечек, но они маленькие. А 250 миллилитров, если в прошлый раз мы с вами брали сиреневую кружку и зеленую Лавли Моменс, там 450, то есть она большая. И даже больше стандартных кружек, которые вы сравнивали вот с кружками в фикс-прайсе, говорили, что это дорого в фикс-прайсе, кружки меньше объема. И вот такие вот ложечки красивые. Мне ложечки прям понравились. Я подумаю, может что-то возьму тоже. Себе ложки прям такие красивучие. И дальше еще вот такие вот кружечки, ну обычные с блюдечками, да, стандартные тарелочка и кружечка. И трафареты. Трафареты для выпечки, для готовки. Вот такая форма для маффинов, совершенно обычная, самая дешевая вот такая вот. Я не очень люблю, к ним прилипает все. Чтобы печь чизкейки, капкейки различные в форме сердечек, да, красивая форма. Но у меня есть форма уже сердечком. Я в ней с удовольствием пеку. Она с дном. Термокружки. Но термокружки совсем дорого, девчонки, совсем. У меня есть термокружки, я их брала, мне кажется, рублей по 200-300. Аналогичные, с такой же крышечкой. Она открывается, здесь можно пить. Не сильно долго они держат тепло, да. Здесь вот написано до трех часов, да. Но 1300, даже со скидкой консультанта, я считаю, это очень дорого. А сумка шопер прикольная, подумаю. Может быть и возьму. Хотя сейчас я особенно не шоплюсь. Заказываю все на дом, но тем не менее. Ланчбоксы. По 499 рублей. Со скидкой нормально будет. Кто берет с собой еду на работу, покушать, очень удобно. На самом деле пакетики красивые, различные праздничные, да. Праздничная тематика. Так, помада. У нас здесь где-то новые цвета с вами выходят. Нет, не в этой жидкой помаде Glam Team. А где же у нас... Вот новые оттенки у нас Hydrolips. Классная помада. Я вам про нее рассказывала. Недавно в Instagram оставляла сводч. Мне очень понравилось. Я брала какую помадку, девчонки, забыла. Уже 27-ю. Вот эту. Пыльно-лиловый. Красивый такой, естественно, оттенок на губах. Получается достаточно пигментированный. В то же время увлажняет. Губки разглаживает их. Даже есть какие-то шелушения. Их не подчеркивает. Помада классная. С такой скидочкой. Еще вот новые оттенки интересные, какие появились, можно взять. Я брать не буду. Я буду брать новую помаду. Мне ее тоже очень интересно потестировать. Это у нас помада Glam Shine. Она у нас сатиновая. Не сатиновая, а... Господи, перламутровая, да. Вот так она выглядит. Я не очень люблю перламутровые помады, но посмотрела уже свой Чувипов. Смотрится достойно. Поэтому какой-нибудь оттеночек сами выберем. Обязательно закажем и протестируем. Что касается туши. В этом каталоге будет выгодно брать тушь, стрейч-тушь для ресниц Extreme. Она будет за 249 рублей. Ну и вот это тоже вторая. Но я больше люблю силиконовая кисточка. Она вот эта вот тоже у меня в любимчиках. Очень круто удлиняет. И подкручивает, и фиксирует. Вообще, мне нравится. 249 рублей она будет стоить. При покупке по каталогу на 500 рублей. Тени новые. Смотрела на них обзоры тоже у Випов. Они, в принципе, повторяют наши прошлые тени. Но мне кажется, они как-то стали пожиже. Но я такой вывод сделала по тем роликам, которые успела уже посмотреть у Випов. Да, то есть у нас были, вот помните, галактическое путешествие, мой любимый оттеночек. Я вам все время его нахваливаю, да. Галактика они у нас назывались тени, если я не ошибаюсь. Они еще в прошлом каталоге были, и на сайте наверняка остались. 279 рублей при покупке двух дороговато. Они стали дороже, потому что те тени по акции у нас были за 179, если я не ошибаюсь, можно было приобрести. А здесь уже, девчонки, прям на 100 рублей дороже. Не знаю, не знаю. Я брать не буду. Естественно, если я захочу какие-то оттенки из этих, я возьму из старой версии, потому что они дешевле там. Просто-напросто, прям такое подорожание. Здесь у нас новинка маркер для бровей. Вот так он выглядит. Они давно уже во всех косметических компаниях появились, и на Алиэкспресс, и где только угодно. Я такие брала от других производителей. Это мне показалось неудобно. Не знаю, кому как, кто приловчился, может быть удобно. Я таким вещами пользоваться не люблю. Гораздо проще карандашик взять. Так, новинка. Консилер для лица у нас появляется вот такой вот в трех оттенках. Я консилерами не пользуюсь, поэтому мимо этой новиночки тоже прохожу. Но вроде говорят, что он достаточно плотный и перекрывает темные круги. Еще у него вроде какой-то такой накопительный эффект, то есть содержатся там какие-то компоненты, которые, если пользоваться ежедневно, способствуют высветлению участка под глазами. Так, буду брать, скорее всего, по купону девчонки Кушон, потому что мой АСУ уже в непригодном состоянии. Кушон в темном, скорее всего, оттеночке по программе Фоберлик Лайк. И будем с вами тестировать и сравнивать с АСУ. Новинки в уходе за ногтями. Много-много-много разных появилось. И праймер, и кальциевый щит, и филлер антивозрастной, и укрепитель, и любой за 259. Не совсем бюджетно. Прошлая версия тоже была у нас как-то подешевле. Подешевле все дорожает. Вроде перевыпуск, и кажется, вроде в принципе то же самое, но как-то вот все не бюджетненько совсем. Любимый бьюти-кафе будет по скидке. Совсем хорошая цена. Я сейчас, кстати, с удовольствием им пользуюсь на теплое время года. Мне кажется, он у меня довольно быстро прям улетит. Как не улетали давно никакие ароматы. Вот такие подарочные наборчики тоже очень актуальны. И аромат потестировать можно. И сделать подарочек. Со скидкой консультанта вообще просто копеечки. На подарки учителям можно набрать. Да, сейчас скоро праздники. 8 марта и так далее. Вот Офеерик Сенсуэли. Офеерик Эммансуэли. Девчонки, которые такой же, только желтенький, оранжевенький такой. Его сняли. Потому что вы мне в комментариях пишите. Нет, есть на сайте Сенсуэли. Я говорю, мы не про Сенсуэли с вами разговаривали. Эммансуэли убрали. Очень классный аромат. Жалко. Жалко, на самом деле жалко. Можно уже такими весенними ароматами закупаться. Это Флюорет. Это аромат Мама. Они такие легкие. Уже хочется быстрее, чтобы начался февраль. И быстрее он закончился. 8 марта. Там уже весна не за горами. Надоели эти холода. Ей-богу. Прям уже нет сил. Холода, сугробы. А то и дожди, и слякоть. Так, Global Oxygen. Пока в уходе много средств. Но я вам говорила, что мне эта серия очень понравилась. Мне понравилась ночная маска. Я в диком восторге от Муса. Так, где он? Вот он. Пенка. Он потрясающий просто. Он смывает даже стойкий макияж. Она, пенка. Вообще, маска тоже супер. С утра лицо свеженькое, увлажненное. Прям замечательно. Для тех, у кого шелушится кожа зимой, есть сухость, рекомендую всегда. Кислородное сияние. Кремушки очень питательные. И именно с этой проблемой справляются на ура. Кто-то мне писал еще, вы не говорите про кислородную линейку Axiology. Я частенько вам говорю про нее. Для тех, у кого кожа жирная, я всегда рекомендую кислородный баланс. Вот она, дневной крем для лица. Цены тоже задрали. Раньше по 199 рублей были уже 249 рублей. Я очень положительно отношусь к этой линейке кислородной девчонки. Она действительно работающая. Мне нравится масочка вот из серии питания. Мне нравится гаммаж из этой серии. Спрей потрясающий. Она действительно работает. Там каких-то глобальных, может быть, проблем возрастных антиэйдж она не решает, естественно. Но в плане базового ухода отличная линейка. Гаммаж великолепен. Дарит чувство свежести кожи. Так, тоники и мицеллярочки из этой серии я не люблю. Так же, как и двухфазную. Потому что щиплет глаза у меня от них. Но все индивидуально, девчонки. Не забываем про это. Давно жду скидок на карбокситерапию. Не дождусь, наверное. Никогда посмотрю, что мне там по баллам будет выходить. Может, возьму в этом периоде. Будет скидка только на маску, на третий шаг. Карбокситерапия – это вещь суперская вообще. Выравнивает кожу, увлажняет. Мне она очень нравится. Кожа после нее выглядит свежей. Процедура просто огонь. Так, в прошлом каталоге мы с вами тестировали восстанавливающий тоник, сыворотку. Я сейчас, в принципе, пользуюсь. Помимо увлажнения ничего не заметила. Легкая липкость остается. Чуть-чуть совсем. Ну, как бы я допользую, конечно. Но больше повторять не хочется, если честно. На кремушек ретинол лайк. Будет хорошая цена 479 рублей. Со скидкой консультанта за 300. С чем-то это отличная цена для этого крема. Мне он очень понравился. Сыворотка у меня еще есть. А вот крем я уже давно добила. Я действительно заметила разглаживание, мелких мимических морщин, потяжка какая-то кожа. Мне очень понравилась эта серия. Он жирноват. Но сейчас, на холодное время года, он мне зашел на ура. Летом, конечно, нет. А вот сейчас я его допользовала с превеликим удовольствием. Массажер вам тоже много раз показывала. Массажер хороший. Если применять это все ежедневно, то эффект будет. Сейчас уже, наверное, последний шанс взять пилинг. На него и скидок особенных нет. Но вообще кислотный уход, потому что скоро весна. Весной уже не рекомендуется пользоваться кислотным уходом. В связи с тем, что могут возникать пигментные пятна на вашем личке, если вы выходите после такого ухода на улицу. Мы используем только в холодное время года. Ура! Скидка на скатку. Наверное, буду брать, девчонки, скатку Асюл. Я ее очень люблю. Она еще и с частичками. То есть это не только у нас получается пилинг химический, но и механический. То есть там частичек много. Он как гамаш еще идет. И как скаточка вообще здорово. И цена прекрасная. Прекрасная. Его хватит надолго. Здесь 100 миллилитров. Я прям от души рекомендую. Попробую девчонкам с возрастной кожей, с проблемной. Вообще супер. Сегодня девочки спрашивали отзыв на тоник. Это у нас получается не тоник, а тоник, да, витамины для лица. Будет на него хорошая скидка. И он неплох. Он неплох. Вы знаете, мне поначалу эта линейка вся не понравилась, потому что вызывала какую-то жирность на моем лице. Но сейчас, когда кожа лица в нормальном состоянии, я к ней отношусь очень даже неплохо. И тоник тоже неплохой. Но с ним надо поаккуратнее. Слишком много на лицо тоже не наносим. Может вызвать липкость. Вот он, кушон дорогой. Сейчас будем его с вами в заказе тогда сравнивать с кушонами из линейки. Глэм Тим. Вы мне много раз уже советовали именно в сезон простуд гель-спрей для полости рта с пребиотиками попробовать. Я попробую. Мы как раз сейчас немножко приболели. Засопливились так капитально. Вот. Хочу взять вот его попробовать. Посмотреть, как он работает. И горло побаливает что-то. Гладкие пяточки у нас без скидки любимые. Так. Это крем антипреспирант для размягчения. Где гладкие пяточки, дорогие? Вот он. Он у нас без скидки идет, да, в этом каталоге. И хорошо, что в том затарились. Это здорово. Вот про эту акцию, девчонки, многие путаются. Фаберлик тоже плохо пишет подробности этой акции. То есть он их не пишет. Вообще 1 плюс 1 равно 3. Вы думаете, что вы за 66 рублей возьмете 2 и 3 получите в подарок. Да? Вот так кажется. Но они так написали. Нет. Девчонки, мы... Если возьмем 3, они будут по 66 рублей. Так же, как с коктейлями, с супами. Если мы возьмем 2, они будут по 99. А если мы возьмем 3, надо нам самим бросать 3 штуки в корзину, то они выйдут по 66 рублей. Вот такая вот странная акция. Точнее, странно нам ее написали в каталоге, что совсем все непонятно. Новинка в серии Д-Лайн. Появляются бритвенные станки. Я обязательно возьму, потестировать. Цена ни о чем. Так, они у нас 179 рублей. Еще и со скидкой. 3 штучки. 3 лезвия на станочке. Посмотрим, потестируем, насколько они хороши у нас окажутся. Малышковой линейки в детской. Хорошие цены. Опять на пасты, обратите внимание, по 69 рублей. И на жидкое мыло. На одно очень хорошее цено. Здесь на влажные салфетки. И на гель для подмывания. 199 рублей. Он классный, возможно, возьму. Я беру такой дочери. Все в нем устраивает. Никаких раздражений. Здесь у нас еда. Новинки, конфетки. 349 рублей. Совсем не бюджетные. Ну, знаете, так на презент тоже, в принципе, можно взять. Батончики, батончики. И спортивное питание у нас с вами выходит. Спортивное питание. Белковое. С пептидами. Для мужчин и для женщин отдельно. Я не знаю, разный ли у них состав. Большая упаковка коктейлей. И здесь тоже на 15 порций получается. У нас с вами также разводить, наверное, в шейкере. И употреблять. Клубничка, шоколад и мужской. У нас только шоколад получается, да? Или что-то еще есть. Но вообще вкусы на любой вкус. Я брать не буду. Мне это ни к чему. Вот. Вопрос был, девчонки, про питание. Девочка спросила у меня в личку. Удалось ли вам похудеть на этих супах? Девчонки, в супах нет такого чудесного компонента, который, если вы будете употреблять, вы будете худеть. Нет. Если вы замените ужин, допустим, коктейлем или супом, да, процесс сдвинется однозначно. И кушать потом еще не будете на ночь. Но опять, это все можно делать как бы и без супов, да? Надо это понимать. Это просто для упрощения нашей жизни. То есть, чтобы отдельно себе не готовить, есть суп, есть чем перекусить. А если вы просто будете заменять там один перекус коктейльчиком или супом, или завтрак, или обед, это будет не так эффективно, как ужин. Потому что все вечернее, в основном, у нас откладывается с вами с утра не туда, куда надо, да? Поэтому чудес здесь ждать не надо, да? Супы похудеть не помогают. Если вы заменяете прием пищи вечерней коктейлем или супом, да, процесс пойдет. А так, нет в составе их такого компонента, который там позволит, допустим, углеводам, которые вы наели в течение дня, не усваиваться. Или жирам не усваиваться. На это только лекарственные средства, да, есть. А здесь просто помощь хозяйке бедной несчастной, чтобы она не готовила отдельно себе, отдельно всей семье, а взяла, развела коктейльчик и суп и покушала. Вот. Поэтому вот так, девчонки. Так же, как и все бады, так же, как и все супы, коктейли, чудес не бывает. А здесь однозначно нужно ограничивать себя, ограничивать в питании, спорт подключать или не обязательно, потому что не всегда можно его подключить. Как бы бывают и противопоказания и так далее. Вот. Поэтому я надеюсь, в принципе, вы меня поняли. Хочу кувшин. Вот на него все смотрю. Девчонки, потому что у меня такой кувшин несуразный дома. Он с крышкой, она закручивается, и когда, если ты чуть-чуть неправильно закрутил, не в то положение, наливаешь из кувшина воду в стакан, она проливается, из-под крышки течет. Поэтому я хочу обычный кувшин без крышки, вот такой. Поэтому посмотрю, может быть, буду брать его. По поводу гринли, девчонки. Беогель для мытья посуды у меня цитрусовые. Знаете, нет, повторять не буду. Не хочу. Буду в этом каталоге брать обычное привычное средство. Почему? Потому что вот поначалу вроде ничего, отмывает до скрипы, отмывает хорошо. Блин, он не пенится практически. Практически не пенится. Вот я сейчас мою посуду, по-моему, 2-3 тарелки и надо добавлять. Хотя налила на губку много. И не споласкиваю ее после того, как 3 тарелки помыла под водой, да, и пена куда-то исчезает. Он очень плохо пенится. Вот у меня такое сложилось впечатление, я больше его брать не хочу. Хотя и отдушка, и моющие свойства, все нормально. Но когда у тебя небольшое количество посуды в раковине, а тебе приходится 100 раз наносить этот гель на губку, это неудобно. Не потому что там получается большой расход. Я люблю почаще менять эти средства. Они приедаются, надоедают. Ну, потому что это просто неудобно. Поэтому так, девчонки, кто пробовал, скажите, у вас так же или у меня у одной. Этот гель, он практически не пенится вообще. Буду брать порошок какой-нибудь обязательно. Порошки кончаются. Кондиционер с органа обязательно возьму. Тем более по скидочке. Так, и какое-нибудь средство для посуды. Не знаю, еще не выбрала. Мне, в принципе, в прошлый раз и с пантанолом понравилось. Может, с клубничкой попробую. А может быть, и вот это обычное привычное с грифрутиком какой-нибудь возьму. Однозначно буду брать перчатку. Такая же была в компании, по-моему, только оранжевая. Сейчас появилась такая вот розовая. Цена хорошая. Со скидкой консультанта 200 рублей за такую перчатку. Это классно. У нас есть щетка для вычетствования шерсти. Но кот к ней относится как бы не с большой любовью, скажем так. Он, конечно, терпит, сидит, ему одеваться некуда. Но мне кажется, вот этой перчаточкой, я посмотрела, как она работает. Работает хорошо. Шерсть убрать, прогладить его. Особенно вот хвост, где не прочешешь щеткой, потому что там он вообще реагирует. Прямо он убегает сразу. А вот такой перчаточкой погладить, мне кажется, классно. Поэтому буду брать обязательно. Появляются вот такие классные новинки пледик. Очень, кстати, симпатичный. И размер, я посмотрела, у него нормальный. Даже на мой большой диван подойдет. Ну, не 150, конечно, на 200. Мне бы 200 на 210. Ну, ладно. Плед вот такой красивый, 1399. Он у нас, правда, полиэстер стопроцентный, что не айс. Но, тем не менее, вот такая косметичка-мешок. Я видела на нее обзор тоже уже у випов. Брать не буду. Мне не понравилось, как она выглядит. Не в разложенном, не в тянутом виде. Это неудобно, если только дорожные варианты, то не очень. По бокам очень узкая вот эта вот у нее крышка. И по бокам будет все вываливаться. Нет, неудобно. Так, потом у нас с вами вот такая вот косметичка обычная, маленькая. С котятками. Новинка. И различные бизнес-аксессуары или просто для работы, для учебы и так далее. Вот такие блокнотики. Вот такие вот бумаги для заметок, что тоже очень удобно, периодически необходимо иметь в доме. Магнитные закладки. Красивые, скорее всего, возьму их. 129 рублей, потому что дочери для учебников, для дневника и тетрадок, они очень пригождаются. И постоянно теряются. Есть новинки в одежде, но пока их не так много. В следующем каталоге будет что-то интересненькое. Будет новая коллекция, поэтому будем ждать ее, потом с вами рассматривать, разглядывать. Ну, колготочки тут интересны, разве что, кто носит, появляются, да, к весне. С различными орнаментами и узорами. Так, а в конце у нас с вами якобы распродажа. Сейчас мы посмотрим, что нам предлагают и выгодно ли это. Вот эти, кстати, ароматы очень даже неплохие. Я помню, мне в свое время, когда еще не занималась Фоберлик, нравился Бон Бон Черри. Я ее слышала, этот аромат слышала на знакомой, мне очень понравился. 399 рублей, нормальная цена. Мужский аромат в объеме 30 мл. 2 за 369, 3 за 269. Вот 3 взять вообще очень выгодно. Помадки распродают старую версию, да, бальзамчики. Туши тоже, которые уже 100 лет в компании, я такие не беру никогда. Лаки распродают, в общем, все сейчас переводят, наверное, на глэмтим. И будет у нас глэмтим, а вот эти все линейки уберу для крем. А, буду, девчонки, брать желтые ценники, буду брать мятный дезодорант обязательно. Вы мне рекомендовали, его сказали, что тоже он хорошо защищает. Буду брать, буду сравнивать с обычными дезиками Фаберлик. Но снова я уже говорила вам, как отношусь к этой линейке, вызывает жуткую перхоть. Здесь как бы два варианта, либо вам помогает, либо делает еще хуже. Вот в нашей ситуации у меня мужа сделал еще хуже. То есть перхоть посыпалась вообще жутко, просто кошмар. Ботаника, выгодные цены. Ботаника можно брать, тем более, в большом объеме. Вербена, масочки и зимнюю линейку. Да, распродают и уход за ручками. В принципе, все. Подарок новым консультантам будет трехступенчатая программа Carbox therapy. Это круто на самом деле. Отличный подарочек. А кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, тогда я буду вашим помощником и наставником. Ну вот и все, мои хорошие. Надеюсь, что обзор был вам интересен и полезен. Если остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Всех люблю, целую, всем пока-пока.